Добрый день! Я собрал несколько разных сквайров, и перед нами коробочка сквайр 1, зеркальная от CINXO, Mirror SQ1C6+, техническая информация, коробочка, она очень похожа на то, что была у сквайра 0, зеркального. Открываем, тот же синий цвет, есть инструкция, вероятно, она полезна. Ну, кстати, она на зеркальной сквайра. Чем интересен зеркальный сквайр 1 версии? Ну, тем, что у него действительно будет куб шейп, а не как у сквайра 0 при перемешивании. Слые разной толщины, так же как у 0, брать нужно вот в таком положении, если вы хотите собирать стандартно. Меньшая часть слева, тогда сверху толстый слой. Напомню, что у CINXO была серия магнитных сквайров, 0, 1 и 2, все с магнитными, и это тоже с магнитными, хотя из-за не очень хорошего вращения они чувствуются мало. А 0 тоже был с магнитными, но вот он, сквайр 0 и стандартный сквайр 1 от MGC, то что от CINXO покупать не стал, так как он не очень-то и хорош. Есть более приятная версия от другого производителя. Давайте перемешаем. Зеркальный сквайр 1. CINXO первыми сделали подобную головоломку. К примеру, в серийном масштабе. Возможно, единичные тоже были. Ну вот, перемешивается уже красиво. Этап кубшейпа здесь точно такой же, как на обычном сквайре. Также четный-нечетный случай. Ничего не меняется, так как на кубшейпе на цвета обычно внимания не обращают. По крайней мере, в методе для начинающих. Здесь просто элементы разной толщины. Вот три крупных угла, даже четыре. Отправим их вниз. Ставим слева и соберем еще что-нибудь. Будет раз-два. И вот еще три. Раз-два-три. Отправляем вниз. Получаем здесь звезду. Пусть она разноуровневая, но это звезда. Дальше. Ну, здесь получился случай четный. Его очень легко визуализировать. Понимаем, что вот два уголка рядышком и остальные мелкие ребра. На нулевом сквайре ребер не было. Решаем четный случай. Как-нибудь интуитивно. И получаем. Ну, форму куба это сложно назвать. По крайней мере, форма квадрата на верхней грани и на нижней есть. Но опять в двух уровнях. Дальше. Собираем интуитивно уголки. Причем, можно это главное не портить форму квадрата. Уголки-то все одинаковые на каждом слое. Так что сильно думать не требуется. Так. Вот. Собрали углы. Собрались на верхнем. Одноцветные. Значит, переставлять не нужно. И собрались на нижнем. Ну, а далее. Переставляем ребра. Можно это делать единственным алгоритмом. Либо использовать какие-нибудь такие вот. Из обычного сквайра. Да. Но они, правда, здесь не помогут. Ну, поменяем вот это с этим. Так. Вот уже не хватает только одного. И меняем этот с этим. Точно так же. В итоге все собралось. Ну, а может еще средний слой быть развернут. Ну, это стандартная ситуация для разных сквайров. Решается, естественно, через R2O2 трижды. Вот. Такой сквайр. Чем хорош? Ну, во-первых, собирать все-таки есть что. Собираем куб шейп. Переставляем углы. И переставляем ребра. По факту это этап ориентации. Что углов, что ребер. Сквайр. Поскольку сами элементы одного слоя одинаковые. И PLL здесь не требуется. А раз не требуется PLL, то нет и паритета. Паритет, когда нужно переставить два ребра на сквайре. Длинная формула здесь отсутствует. И, возможно, для начала изучения сквайра, а зеркальный сквайр один и будет полезен. Сквайр 0. Он больше такой коллекционный. А сквайр 1. Вот какую-то сложность имеет. Не имеет смысл. Вращается, конечно, туговато. Магниты не чувствуются. Но, вроде, они тут есть. Кому трудно дается обычный сквайр, можно начать вот с этого. Неплохая головоломка. Я думаю, можно будет поднастроить и будет вращаться лучше. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.